Всем привет! Этот выпуск транспортного блога будет довольно-таки большим, потому что сначала очень долго транспортный блог не выходил, потом тот выпуск, что вышел, он получился, скажем так, спецвыпуском. Ну и давайте же продолжим, наверное, вот ту тему, которую я начал в предыдущем транспортном блоге, а именно интервью с главой управления транспорта. Во время этого интервью поднималась такая проблема, которую я все предыдущие 23 выпуска транспортного блога по неизвестным причинам не самому обходил, а именно движение общественного транспорта в вечернее время. Но я все-таки решил посмотреть что да как, ну и чтобы уж не выходить на улицу, я провел такой эксперимент. Я открыл сайт bus62.ru, в котором отображается по идее весь общественный транспорт Рязани, ну и то, что по идее называется общественным транспортом, где-то в десятом часу вечера. И посмотрел, какие же маршрутки более-менее хорошо ходят, а на каких по одной-две машине, а то и вовсе ничего. Ну и для чистоты эксперимента также зашел в дневное время, потому что некоторые маршруты могут не отображаться. В принципе, такое я наблюдал. Итак, что же касается маршрутных такси. Маршруты разделились на два типа. То есть первый тип, это на котором машин предостаточно, на мой взгляд, и даже много для вечернего пассажиропотока. А другие маршруты там вообще практически пусто на линии. Правда, нет. Бывали такие исключения, что маршрутов вроде бы достаточно, но при этом там такие бывали разрывы минут по 30-40. Так что вот вы видите на экране сейчас вот такие вот примеры таких вот маршрутов. У меня нет претензий к списку вот этих маршрутов. В тот день, когда проводился эксперимент, они ходили вечером в достаточном виде. Так что все-таки, как ни крути, такая проблема остается, пусть и не на всех маршрутах, но она есть. Прям даже интересно, от чего это все-таки зависит. Но каким же образом решить вот эту проблему? Ответ очень прост. Нужно расписание. Да. Расписание хорошо составленное и выполняемое. Как вообще я это вижу в идеале? То есть в идеале, по мне так, управление транспорта должно сказать, тем более, что они в принципе и говорят, что общественному транспорту нужно расписание. Только на деле его, по сути, ни у кого нет. В идеале бы управление транспорта пригласило бы всех перевозчиков, сказало бы, вы общественный транспорт. А раз вы общественный транспорт, значит у вас должно быть расписание. Ну и, исходя из особенностей тип подвижного состава, автобус, троллейбус, составить такое расписание, чтобы оно было и удобно жителям, и удобно самому перевозчику. Ну, на основе выпуска на линию согласно реестру, который сейчас существует и который по-хорошему должен исполняться. К сожалению, судя по всему, сейчас в городе администрации нету такой вот силы воли, чтобы собрать всех, всех объединить, создать единое целое. Но, конечно, хотелось бы. Очень хотелось бы, потому что это убьет двух зайцев. Во-первых, проблема с выпуском на линию в вечернее время. Ну и вторая проблема, которую можно решить вводом расписания, это проблема дублирования разных маршрутов. Каким образом это можно сделать? Ну, условно, у нас есть, допустим, нечасто ходящий седьмой автобус и восемьдесят восьмая маршрутка. То есть, ходит спокойно восемьдесят восьмая маршрутка с интервалом там, условно, раз пять минут, но перед автобусом прогал, ну, минут там, я не знаю, в десять. Даже десяти минут, мне кажется, дырки вполне хватит, чтобы автобус серьезно заполнить. То есть, таким образом будут и люди, которые подошли к остановке и сели в первое попавшееся, и те люди, которым предпочтительнее автобус. Ну, вообще, для этого, на мой взгляд, еще попутно надо переводить эти маршруты на пазики, потому что они по скорости от обычных автобусов и даже троллейбусов не сильно отличаются. Вы можете, конечно, сказать, ну да, но расписание, оно же не будет выполняться, там же будут пробки, аварии. Но если уж говорить по поводу дублирования, то, извините, и маршрутка, и троллейбус будут стоять в одной пробке и ехать примерно с одинаковой скоростью. Так что, даже если и встанет перед ними пробка какая-то, то они все равно будут ехать с таким же интервалом. Вот. Что же сейчас касаемо расписания? Как я уже говорил в предыдущем транспортном блоге в управлении транспорта, действительно считаю, что транспорт должен ходить по расписанию. На деле же получается так, что у автобусников есть график выхода с конечной остановки. Он порой не выполняется, но это из-за того, что сейчас кризисная ситуация в автоколонии. У троллейбусников, доступного для людей, расписания нет. Вообще, у меня есть сомнения насчет того, что в принципе расписание имеется. Во-первых, почему-то суммарный выпуск на линию в последние годы всегда почему-то кратен десяти. То есть было там 130 машин, потом стало 110, сейчас 100. Ну, а во-вторых, очень частые ситуации, когда один троллейбус едет чуть ли не за другим, даже на довольно-таки редкоходящих линиях, типа там 8-го троллейбуса или 13-го. Ну, про коммерческий транспорт тут уж говорить не приходится. Вообще, я слышал, что вроде бы как существует расписание у автобуса номер 60, потому что он один на линии. Ну, про остальных коммерческих перевозчиков сказать нечего, потому что расписания у них нет. Ну, и, соответственно, если расписание будет висеть на остановке, человек подойдет, скажет, вот, вот такой-то автобус он придет, он должен прийти, ну, там может быть плюс, может быть, там 3-5 минут он может там припоздать. Конечно, хотелось бы нам всем, чтобы мы вот подходили к остановке, тут же подъезжал комфортный автобус, мы в нем комфортно бы ехали. Но надо понимать, что общественный транспорт – это штука такая. Мы же, условно говоря, не приходим в аэропорт и не требуем сразу нам подать самолет, чтобы он нас отвез туда. Все-таки приходится подстраиваться под расписание авиарейсов, чтобы, получается, в самолете, который, кстати, очень дорог в обслуживании, летел там не один человек, а условно 200. В общем, я высказался по поводу расписания, продолжаем, переходим к другим новостям. Это то, что 12-й троллейбус все-таки продлили до Октябрьского городка. Я все-таки считаю это решение спорным. То есть, с одной стороны, ну, действительно, там нужна связь Октябрьского городка и Политаевского рынка более-менее комфортабельным транспортом, и которым, допустим, принимают проездные транспортные карты и так далее. Но, извините, вот на мой взгляд, уж лучше бы 62-ю маршрутку заставили бы принимать проездные, и еще лучше перевели бы ее на пазики. Тогда же проще, чем ломать уже устоявшуюся связь. Дело в том, что 12-й троллейбус в настоящее время пока что, к счастью, безальтернативен. Но получается так, что маршрут растянули чуть ли не в два раза. Соответственно, выпуск добавлять неоткуда. Хотя, нет, я, допустим, считаю, что есть, конечно, пару выходов, можно перекинуть с тройки или с пятерки. Депо-то все равно одно, 12-й маршрут. Но этого не сделали. На линии тоже три машины, и интервал уже не по 15 минут, как раньше, а по 30-40. Что произойдет дальше? Жители Шлакового поселка, понимая, что такая вот ситуация, начнут негодовать. Мол, почему троллейбус так редко ходит? Дайте нам какую-то там альтернативу. Им пустят маршрутку, и 12-й троллейбус вообще потеряет определенную, я бы даже сказал, подавляющую часть своих пассажиров. Так что вот такая вот ситуация. Скажем так, благими намерениями выложена дорога в ад. Но, кстати говоря, по поводу троллейбусов. Как-то все-таки надо обновлять подвижной состав. Проскакивала информация о том, что в этом году троллейбусное управление собиралось закупить 10 новых машин. Но пока что эта информация не подтверждается. При этом, что-то все совсем затихло с возможной передачей БУ троллейбусов. Была тоже информация о том, что Москва не располагает троллейбусами, которые можно отдать. Но не только же Москва существует. Дело в том, что в силу определенных обстоятельств в некоторых городах нашей страны закрывают троллейбус подчистую. По разным причинам. Но получается так, что у них есть машины, которые, в принципе, относительно новые и относительно крепкие. Вот, например, не так давно закрыли троллейбус в Липецке и в Астрахани. И часть их машин взял Таганрог. Пока что он, правда, их там не вывел. Но все-таки Таганрог их взял. То есть, а у них там тоже ситуация с троллейбусом не особо хорошее. Также не так давно заявила о желании избавиться от троллейбусов в Перм. И в Перми есть несколько десятков троллейбусов 2010 года выпуска. Поэтому, в принципе, на заметку взять можно. Правда, конечно, далеко от Перми до Рязани. Но, извините, 40 троллейбусов относительно новых, относительно, конечно, наших старых машин. Надо бы и заменяться. И еще не так давно, кстати, Москва подарила Орлу гармошки, троллейбусы с гармошкой. И если при каких-то обстоятельствах Орел скажет, что нам не нужны эти гармошки, зачем мы их взяли, можно попробовать их перехватить, потому что у нас же есть еще и троллейбусы с гармошкой. Поэтому и Орел тоже со счетов списывать не стоит. Так что вот такой вот довольно-таки длинный транспортный блок. Я высказал все, что хотел. Продолжение следует...